друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал с торговыми день в котором на каждодневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь чтобы вы лучше ориентировались в информационном фоне и точно находили то что вам будет помогать в принятии торговых решений ну что ж мы наконец-таки дождались торговой сессии среды сегодня выйдут данные по инфляции в сша не хочется переоценить значимости этого релиза но с другой стороны это наверное сложно сделать потому что это отчет действительно значимый для всех финансовых рынков значимый для американской экономики для доллара для фондового рынка для федрезерва и для нас в особенности для меня потому что я с некоторым фанатизмом отношусь к доллару с точки зрения его потенциала роста и я почти уверен друзья что при текущем новостном фоне другого сценария быть не может кроме как сценарий при котором индекс доллара сможет выйти на новые локальные максимумы сегодня я пожалуй буду даже визуализировать на тему того что мы увидим более высокие цифры по индексу потребительских цен которые подтолкнут американский регулятор к более активным действиям относительно повышения процентной ставки напомню что релиз по индексу потребительских цен выйдет в 15-30 по московскому времени это а статистика которая будет включать основной индекс потребительских цен и базовую инфляцию по основному индексу потребительских цен ожидается снижение показателя со 9 1 процента до 8 7 однако если мы обратим внимание на базовую инфляцию которая является центральной важнейшим индикатором опять же в оценке перспектив американской денежно-кредитной политики потому что базовая инфляция не учитывает цены на продовольственные товары цены на энергоносители которые как вы знаете являются самыми волатильными компонентами входящими в состав и влияющими на общий показатель инфляции так вот по базовой инфляции ожидается рост с 5 9 до 6 и 1 процента я полагаю что именно так оно и будет и самый главный вывод который мы должны будем сделать после выхода базового значения инфляции он будет заключаться в том что к сожалению реализовался самый мрачный сценарий при котором инфляция в сша стала самоподдерживающимся механизмом то есть когда американская экономика оказалась в условиях инфляционной спирали на некоторых из своих последних прошлых прифингов я касался этой темы пытался на простыми словами донести вам что это такое напомню что это когда работники требует повышения заработных плат заработные платы растут но работодатели за счет возросших издержек начинают перекладывать опять же эти издержки на плечи потребителей через более высокие отпускные цены на товары и услуги и это все становится очень походящим на замкнутый круг когда постоянно растут цены за счет того что работники постоянно требуют повышения заработных плат в конечном счете это все выражается в тенденции роста именно базовой инфляции и заставляет аналитиков а экспертов прогнозировать не самые лучшие экономические времена для экономики при котором спад а может стать такой основной тенденции я думаю что в сша нечто подобное сейчас уже происходит и для того чтобы вывести экономику из вот этого порочного замкнутого круга нужно безусловно прежде всего решить источник этих проблему как источник этих бед и этой проблемой является инфляция поэтому американский регулятор как повышал ставки так будет это делать и дальше я сегодня друзья настроен на то что после выхода отчета по инфляции мы безусловно увидим значительный всплеск волатильности я к этому вас заранее готовлю потому что нужно соблюдать риск менеджмент контролировать загрузку депозитов это очень важно и риск менеджмент прежде всего на вас друзья вы должны сами рассчитать свои силы оценить насколько вы можете выдержать коррекцию можете ли вы ее вообще выдержать но я сторонник консервативного трейдинга с прицелом на долгосрок в отношении индекса американского доллара давно уже обозначал цель что можно дождаться и стоит ожидать движение этого актива в район 108 109 пунктов и сегодня как раз друзья мы можем получить очень важный катализатор для того чтобы индекс доллара продолжил двигаться вот по данной траектории напомню что после выхода нон фарм пирс в пятницу по данным федвотч вероятность повышения ставки на 75 байсных пунктов он в сентябре выросла до 67 процентов а сити вовсе прогнозирует что ставку стоит уже повышать на 100 байсных пунктов и пожалуй если мы сегодня увидим какой-то сюрприз по росту не только базовой инфляции но и значение которое включает продовольственные товары и цены на энергоносители тогда я пожалуй их присоединюсь к экспертом сити и тоже начну закладываться под то что он в сентябре ставку могут реально разогнать до 100 базисных пунктов буллард джеймс буллард за которым мы периодически следим поскольку он является самым реанным сторонником необходимости проведения более жесткой монетарной политики постоянно когда ему дают слово высказывается за то что нужно повышать ставки активнее потому что если этого не сделать экономика сша окажется в затяжной рецессии выйти из которой будет очень трудно и то что буллард постоянно делает отсылку на рост инфляции ожидая что индекс потребительских цен продолжит обновлять многолетний максимум такое ощущение ну складывается что он обладает информацией которую не видят другие но давайте как раз проверим сегодня именно прогнозы булларда относительно роста инфляции и если он окажется прав то пожалуй в следующий раз будем к его комментариям относиться с большим доверием но буллард не меняет опять же наше представление о том что сейчас происходит только лишь усиливает ожидания того что инфляция действительно может вырасти это отразится на решительности американского регулятора и станет причиной более активного повышения процентной ставки в будущих периодах и на заседаниях до конца этого года морган стендли вчера еще раз напомнили всем тем кто следит за их прогнозами что они ожидают роста на индексы доллара после выхода сегодняшних данных по индексу потребительских цен в частности их цели по индексу долларов выше наших они находятся в районе ста девяти ста десяти пунктов друзья остается только дождаться непосредственно самого релиза сегодня в 1530 я надеюсь что если среди вас также есть покупатели такие же как я которые верят в фундаментальный фон и его воздействие влияние на индекс доллара вы тоже можете визуализировать и соответственно поспособствовать тому чтобы сегодняшний сценарий реализовался именно в таком формате и в таком виде как ожидаем мы соответственно если индекс доллара выйдет на новые локальные максимумы риски за которыми мы следим валютный риск евро фунта канадский доллар окажутся под давлением европейская валюта сейчас котируется на отметке 1 0 2 15 я ожидаю дальнейшего снижения в топку опять же общих факторов для слабости евро хочу отметить вчерашний прогноз от сети относительно того что экономика германии в ближайшие годы потеряет больше 300 миллиардов долларов из-за событий в восточной европе из-за санкционного режима который был введен против российской экономики ну как мы все прекрасно понимаем он имеет и обратный эффект на те страны которые эти санкции принимают количество безработных вырастет на 250 тысяч а экономика германия просядет в диапазоне от двух до на трех процентов я думаю что реальные показатели будут там еще хуже фунт против доллара 120 82 ждем теста поддержки 1 20 и закрепление собственно ниже вчера приводил уже в качестве примера напоминание о том что банк англии уже фактически похоронил британскую экономику потому что ожидает рецессию же в этом квартале который продлится 15 месяцев подряд экономика снизится на 2 процента безработица вырастет на 6 процентов а инфляция превысит 13 процентов но конечно же на таких ожиданиях очень трудно покупать британскую валюту что собственно я и не делаю я считаю что основной движущей силой на рынке останется доллар но и в принципе национальный фундаментальный фон как по еврозоне так и собственно по великобритании он только лишь омрачает еще больше перспективу национальных активов и делать дополнительную ставку на то что доллар будет чувствовать себя гораздо лучше чем евро и фунт и доллар канадец друзья ждем от теста сопротивления 1 30 я думаю что это также может произойти уже в рамках этой недели на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока